Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Разворот». Меня зовут Андрей Лешкевич, Артем Липин. Добрый день. Добрый. И звукорежиссер Евгений Копеин. У нас сегодня гость предпринимателя, бывший премьер-министр Латвии Виллис Криштапанс. Здравствуйте, Виллис. Добрый день. Да, телефоны. Телефоны в прямом эфире 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы. Ну вот, господин Криштапанс, наверное, тема, которая актуальна всё время, и мы увидели, что вы в своих соцсетях тоже очень активно обсуждаете коронавирус, но, насколько мы поняли, вы находитесь в стороне, так сказать, скептиков, то есть вы не уверены в такой уж серьёзности этой проблемы. И заодно я добавлю, расскажите, как ваша жизнь изменилась в связи с тем, что мы сейчас переживаем? Ну, слава богу, я, так сказать, не очень активно и жизнью занимаюсь, потому что я уже пенсионер, но слава богу, то, что можно играть в гол. И я, конечно, провожу 3-4 дня в неделю на голплощадке, на свежем воздухе. Голп-игрок друг от друга не то, что 2 метра, 10 метров могут находиться, так что там никаких проблем. А что касается вашего взгляда на ситуацию в целом, вы действительно активно довольно комментируете, но это понятно. Как вообще смотрите на кризис, который мы переживаем? Ну, например, у моей дочери и у моей жены очень изменилась бизнес-ситуация, потому что они практически на их компании, несколько маленьких компаний, которые арендуют помещения для ресторанов и которые арендуют квартиры для букинга и Airbnb, и они полностью закрылись, то есть 3 месяца они терпят, ну, довольно большие убытки, но я надеюсь, что это все пройдет. Ну, а вот в таком случае, получается, ваши родственники, они как предприниматели могут рассчитывать на какую-то помощь со стороны государства? Они как-то... Да никто и не помогал, и они ни на какую помощь не рассчитывают, и рассчитывают только на свои силы. Ну, а почему так? Это ж неправильно, по идее. Они же налоги платят. Ну, долго рассказывать. Я даже не говорю... Я даже говорить не хочу о том, что происходит со стороны власти. Вы знаете, есть такая хорошая поговорка. Лучше с умным что-то потерять, чем с дураком что-то вместе найти. Ну, расшифруйте все-таки, да. Мы не можем как бы не расспросить вас, как человека, когда-то бывшего на том месте, тех людей, которые сейчас принимают решения все-таки. Какие основные, вот если тезисно, ну, я так понимаю, что вы критически над смотритесь, в таком случае ошибки, которые вы видите? Ну, например, прошло уже три месяца, и все только говорят в форме будущего, что будут помогать там общепитив, будут помогать там туристическим отрасли, будут. Ну, когда все уже покрутятся или уедут из Москвы, и тогда начнут помогать. Ну, я даже не хочу об этом говорить. Ну, говорить о нем приходится. Да, но вот мы знаем, что 9 июня скоро этот режим чрезвычайной ситуации снимут. Как вам кажется, если вот вы говорите, что все время будут, будут помогать, не случится ли такого, что так и не помогут, раз уж чрезвычайную ситуацию снимут? Конечно, так и не помогут. Но я говорю, я лично на это не рассчитываю, и пусть они живут, как они там будут. Дело в том, что, если говорить вообще о коронавирусе, почему-то не слушают тех людей, которые говорят о том, что это вирус, который 0,1 микрон всего, и он довольно слабый, и он довольно не распространяется так, как рекламируется. Поэтому мой прогноз такой. Через полгода или год все официозные, все власти мира будут говорить, что вируса больше нет, вирус пропал, вирус, хотя он, как был сейчас, так будет и потом, маленький, не очень опасный, и придут следующие вирусы, потому что в мире 4800 вирусов. Мы каждый день сможем какой-то вирус. Но есть очень много вранья. Ну, например, если человеку позитивный тест, и он вообще ничего не чувствует, он что, он болен? Он не болен. А мы считаем его больным. И так далее, и так далее. Ну, там столько вранья, но это все откроется когда-то, потом. Все это будут анализировать. Ну, черт с ним. Скажите, я вижу, что постепенно все открывается. Мой прогноз опять такой, что даже в июне уже в рамках Европейского Союза начнется практически свободное путешествие туристов. Это прогнозируется. Самое позднее в июне. По поводу серьезности и несерьезности. Вы как человек, который довольно часто бываете в Соединенных Штатах, наверняка знаете, как ситуация там развивается. Италию можно, например, привести. Вот около месяца назад там был какой-то пик. Есть ли у вас... Ну, что там говорить? Я говорю, у меня есть свое мнение. Например, если в Италии фотографировали гробных, например, дамы, которые были не от коронавируса, от землетрясения или от погибшего судна беженцев несколько лет назад. Ну, о чем там говорить? Где там правда? Там столько вранья в своей информации. Я каждый день созваниваюсь с моими друзьями в Америке. У меня все там открыто. Голд играют. Сейчас открылись все в моем клубе рестораны. Открылся бассейн. Полностью все. Никто не заболел. Ну, так там же поэтому... Так что все время нам кажется, что где-то далеко все очень страшно. Ну, вот может быть потому, что там все открыто, и такое количество заболевших в США? Ну, в Америке, например, посчитайте, 330 миллионов населения. В Америке на 1 миллион умерших, если вообще верить статистике, гораздо меньше, чем в Испании, Бельгии, Италии и так далее. Надо же считать на миллион населения, а не абсолютную цифру. По поводу все-таки действий правительства хочется чуть-чуть попробовать у вас как конкретики небольшой такое призвать, потому что вы привели одну поговорку, а есть другая поговорка. Отвергай, ну предлагай. Вот если мы говорим о действиях... Я думаю, что все эти меры слишком, слишком такие, ну... Надо было гораздо проще освобождать. Ну, например, почему только два человека имеют право сидеть за столик, а не четыре? Например, даже та всеми критикуемая организация мирового здоровья, да, даже та сказала, что один метр. У нас почему-то приняли два метра. Где-то, говорят, в некоторых странах полтора метра. Ну и так далее, и так далее. Ну, вы знаете, всем этим руководит страх. Это страх народа, потому что в основном люди, так сказать, долбились, что если я, так сказать, получу вирус, я умру. Это первый страх. Второй страх у правительства. Как бы что ни случилось, как бы чего ни... Лучше все закроем. Ну, поэтому лучше все закроем. Я, например, у меня один знакомый, который уже два месяца ходит с порванными краснообразными связками в колене и не может сделать операцию и так далее, и так далее. Столько людей сейчас теряют здоровье из-за этого всего, что тут даже... А в других странах в этом смысле более, как вам кажется, разумно, скажем так, и эффективно поступили правительства, вот те страны, которые вам знакомы? Ну, вы знаете, все правительства всего мира загнали себя на дерево, а сейчас не знают, как сесть из этого дерева, вот так я могу объяснить, все, без исключения. Ну, я понимаю, потому что система здравоохранения разборолана, особенно в Италии. Ну, никому же не секрет, как в южных странах, там еще больше воруют, чем в северных, так сказать. И поэтому они, ну, боятся, всего боятся. Ну, а как он... Ну, например, Латвия. Первый пациент, умерший, как будто от коронавируса. Женщина, 99 лет. Это что, она от коронавируса умерла? Ну, как можно тогда верить статистике? Как вам кажется тогда, почему тогда все это так началось, если причина всего страх, если в результате всех этих действий... Вы знаете, если, если когда был свиной гриф, делали бы так же, как сейчас, то было гораздо больше катастроф. Потому что свиной гриф был гораздо тяжелее, и умерло очень много людей, и так же умерли, и так же не могли выйти. Но почему-то было полное молчание. Я могу прогнозировать то, что через год, через два появится опять какой-то вирус. Они все время появляются, они все время ходят, и если мы так все время будем поступать, то вообще, ну, надо закрывать всю жизнь. А у вас есть объяснение... Я на хуторе, за ближайший дом километр, и все нормально. А у вас есть объяснение... Как молодежи жить, как бизнес делать, как жить тем тысячам семей, которые остались без работы, как жить тем, которые обокротили маленькие предприятия. Сейчас логически будет новая волна эмиграции. Она неизбежна, просто неизбежна. А вам кажется, извини, волна эмиграции, а будет ли в тех странах, куда люди будут эмигрировать, ситуация сильно лучше, например, с работой? Потому что... Да сегодня уже ждут. Да сегодня, вот смотрите, все рестораны, которые... Я уже сегодня жду и вижу и барменов, и официантов, которые уже уехали разными путями. В Англии ждут рабочие руки. Почему-то нам кажется, что все завсюду давно так же открывается, как у нас. У вас есть объяснение? Вы сами говорите, что было много вирусов. Вы можете вспомнить и свиной грипп, и птичий грипп, и, собственно, и коронавирус был в 2003 году, и так далее. Действительно, этих вирусов появляется очень много. Почему именно сейчас, именно в 2020 году, вдруг такая сильная реакция именно на этот вирус? Вы знаете, это как эти фишки домино. Вот один упал, и за ним побежали следующие. Так и все правительства. Вместо того, чтобы очень логически как-то... До сих пор еще, если смотрим заголовки любого там, Дельфи или любого, там пишут, например, Никто не пишет, что из Латвии сегодня уехало 55 человек. Или в Латвии сегодня стало 55 человек меньше. Каждый день. За прошлый год, сейчас. Каждый день у нас уменьшается на 55 человек населения. Почему это не пишут? А умерло всего 28, и половина из них не умерла от коронавируса. Умерла как будто от коронавируса. Умерли от старости, от физиколизма. Это же все вранье. Понимаете? Вранье. Вот сегодня, например, нет ни одного заболевшего. Но до сих пор еще нельзя больше 25 собираться. А почему не 26? А почему не 50? Но это вопрос к эпидемиологам. Смотрите, в России уже проводится чемпионат. Открытый чемпионат сегодня играется. Третий день открытый чемпионат по голу. Как будто в Эстонии было больше. А у нас до сих пор еще закрыты официальные культуры. Сегодня их нельзя проводить. Так что я очень скептичен по всему этому, что происходит. Чуть-чуть шаг в сторону сейчас делаю. Вы про демографию просто начали говорить. И, кстати, недавно Центральное статистическое управление доложило, сообщило, что на 12 тысяч меньше стало жителей за год прошлый. А вот у меня вопрос такой. Как вам кажется, понятно, что есть две главных проблемы. Это рождаемость и эмиграция. Вот какая из них более решаема для Латвии с вашей точки зрения? Надо решать и ту, и другую. Например, если говорить о рождаемости, то, конечно, нужно очень поощрять молодые семьи с детьми. Надо платить гораздо больше. Ну что мы там платим? 12 или 15 евро или 20 за ребенка? Это же смешно. Да все страны Европы платят почту. Во-вторых, надо увеличивать экономику. Это, конечно, очень трудно, но надо ставить себе цель правительству увеличивать экономику. Когда увеличится экономика, все отрасли. Смотрите, транзит мы убиваем. Там, допустим, людей с деньгами мы не пускаем в Латвии, мы закрыли все эти жители на жительство. И так далее, и так далее. То есть, не будет экономики, люди будут уезжать. Потому что есть гораздо более богатые экономики, где платят больше и возможностей больше. Ну вот как раз вы заговорили про экономику. Это очень важный момент, потому что мы знаем, что для борьбы с коронавирусом правительство выделило уже более 4 миллиардов евро. При этом большая часть этих денег – это не наш бюджет, а это заемные деньги либо от Евросоюза, либо от облигаций, либо еще откуда-то. И эти деньги надо будет возвращать в ближайшие годы. Как вам кажется, сможем ли мы это сделать? И как возврат происходить вообще будет? Мы будем только всю свою жизнь платить проценты. Мы ничего не сможем возвратить, никакие там миллиарды. То есть, наш внешний долг сейчас будет больше 50% от национального овалового продукта. То есть, мы будем платить только процентов, примерно миллион евро в день. Если патрическое государство будет платить на логоплательщики миллион евро в день, то это проценты за внешний долг. Я бы никогда не брал. И до этого уже набрали. 20 лет назад при моем прожительстве внешний долг был полмиллиарда. И сейчас внешний долг будет где-то 17 миллиардов. Вставляете, 34 раза будет. Не, ну за 20 лет много изменилось. Конечно, нет ничего, нет ничего более легкого, чем тратить чужие деньги. Что делать? Она же тратит чужие деньги. Деньги налогового отечества, не строительства. Это же так просто. Скажите, а вот, ну конечно, с учетом вашей скептической ситуации, такой вопрос может быть для вас смешной, но может Латвия в этой ситуации как-то вообще влиять на, собственно, ситуацию? Или все-таки мы вот напрямую зависим от того, как в Евросоюзе будет развиваться, как в мире, и вот в плане экономики и миграции ничего не можем? Вы знаете, вот все критикуют Швецию, критикуют Швецию, критикуют Швецию. А я созваниваюсь, у меня там как раз родственница живет, ну каждый второй день. И получается так, что шведы, оказывается, умнее все-таки будут, наверное, потому что они ничего не закрывали, у них никакой катастрофы не случилось, у них экономика не потеряла, такие потери не унесла, хотя бы малый бизнес. У них ходили, допустим, до там четвертого класса, или даже выше, в школу дети, у них были открыты все кафе, все рестораны, ничего не закрывалось. И, конечно, у них не такие опыты. Можно было идти по такому пути, но мы не пошли. Мы, наверное, самые умные, что это дураки. Да, но при этом, даже если вот учитывать весь скепсис, наша ситуация с коронавирусом, объективно, по цифрам она лучше, чем у многих. У нас очень она благоприятная, вот за последние сутки вообще никого не было. Вот одни говорят, что правительство в этом большая заслуга, с другой стороны, что у нас просто... Не, ну надо было еще больше закрыть все. Надо было всех в тюрьму посадить, тогда вообще ничего не было. Вот меня интересует вторая часть, что некоторые говорят, что у нас такая просто вот что-то вроде ментальности и психологии, что мы и так не очень много контактируем, не целуемся, как итальянцы, например. Да, ну, при такой плотности населения, как Латвии, ну, как эта шутка про эстонцев, когда у них это чрезвычайное положение принято, они наконец-то смогут вернуться к своей дистанции в пяти метров. Да. Ну, так и у нас. У нас, слава богу, это никакая не заслуга правительства, это просто очень маленькая плотность населения. Огромная территория, нету даже двух миллионов населений, и нет никаких проблем соблюдать эти все... Она соблюдается сама собой, это диспансер, понимаете? Я же был как раз в январе, я был в Бергамо и Милане, ну, там в этом районе живут 3 миллиона населения вокруг Милана, и там вообще люди, ну, толкаются на улице, там мимо пройти друг друга. Конечно, там труднее там все соблюдать. А в Латвии это же само собой соблюдается, и все эти штрафы, которые тут, протоколы составлялись, мне кажется, это излишне. Так, мы сейчас примем звонок, нам вот звонят слушатели активно. Добрый день. Алло. Да, алло. Вот мне к нему три вопроса. Нему это господин Криштапанц, да, здравствуйте. Да, к господину Криштапанцу, я извиняюсь. Значит, вопрос первый, да, вот как человек близкий к Америке, да, вот я смотрю, сегодня, вчера, ни в одной прессе латвийской не освещаются вот эти бунты в США, если он постоянно, вы постоянно звоните, вы иногда там слышите, там действительно нечего освещать, или латвийские средства массовой информации, это просто почему-то замалчивают. Вопрос второй, как вы относитесь к нынешнему премьер-министру, который имеет два гражданства, в том числе и американское? И вопрос третий, когда он был премьер-министром, когда вы были премьер-министром, вы тоже исполняли все указания Америки, или все-таки как-то чуть-чуть сами что-то в самостоятельности имели? Спасибо. 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 Первое, это беспорядки нынешние, ну вы наверняка знаете, в Миньянаполисе. Там уже больше 30 городов. Да, и в других городах. Ну это, к сожалению, эти расовые беспорядки, они все время, ну, как бы, получаются, потому что, ведь все получилось, что, как бы, белый полицейский, так сказать, ну, убил черного там задержанного. При том, что он не сопротивлялся и... Когда черный полицейский убьет белого, никогда белые никакие, да больше не будут делать. Вот и все. Ну... А когда-то черный полицейский убивал Милова по преступнику, который не сопротивлялся? Ну, дело в том, что Америка вообще интересная страна. Во-первых, там 330 миллионов населения, 50 штатов. Каждый штат абсолютно разный. Есть южные штаты, есть северные штаты. И каждый город разный. И то, что там происходит, это говорить не плохо, а хорошо. Вот это и есть, да, настоящая демократия, где каждый себя считает свободным человеком, выходит на улицу и слишком даже выходит это из рамок. Мы, конечно, еще, так сказать, люди постсоветские. Мы всего боимся. Не дай бог что-нибудь не так сделаем, нас просто посадят, лучше сидеть тихо и не носовываться. Это большая разница между Америкой. Я по Америке 20 лет прожил, ну, зимой, по 2-3 месяца. Я прекрасно вижу эту разницу. Что говорится, говорить о гражданской премьере, ну, что поделаешь? Ну, если местного не могли найти, ну, надо американцев. Ну, сами же, так сказать, избрали этот парламент, и этот парламент назначил его. Ну, что делать? А если говорить о том, когда я был премьером, мы тогда не были ни в НАТО, ни в Европейском Союзе. Мы были далеко от всего этого. Мы туда стремились, мы туда шли. И никаких звонков под американского посольства не получал. Вообще они меня не особенно любят, потому что я всегда говорю, что думают. Меня не любят ни американское, ни российское посольство. Ни страны. Ну, вот про Россию отчасти тоже. Пускай прошло уже почти 2 месяца. 9 мая у нас прошло, ну, как обычно, в Риге, в немного другом формате. Но, насколько вы знаете, вот разгорелся после этого там скандал по поводу действий тех, кто пришел, и действий полиции, которая якобы слишком щадяще относилась к участникам этого праздника. А министр Паврикс пошел дальше и даже предложил не оплачивать лечение вот этим людям, которые пришли к памятнику. Как вы на всю эту ситуацию смотрите? Не, ну, есть два вида на историю, понимаете, два вида. Что я могу сказать? Я могу ответить фактами. Во-первых, я даже должен благодарить эту, так сказать, оккупацию, потому что после войны в 1941 году Латвия, Литва и Эстония были присоединены к Советскому Союзу. В 1945 году, когда закончилась война, эти страны остались в Советском Союзе. В 1949 году всех моих дедов, оба деда, обе бабушки, мать и отца вывезли в Сибирь, отправили в Сибирь 25 марта 1949 года. И слава Богу, потому что там мой отец и моя мать, так сказать, встретились, поженились, и я там родился. Не было бы всего этого, может быть, я бы не появился на свет, так что благодарен этому. Ну вот в рифму 9 мая я хотел как раз спросить об этом. Вы вот в Омской области родились, и, как я понимаю, отец ваш был легионером. Вот как вы относитесь к 16 марта и к тому формату, в котором он сейчас отмечается? И что интересно, когда вы были премьером, это были единственные, по-моему, два или один год, когда он отмечался на государственном уровне. Больше такого не было. Нет, мы ничего не отмечали на государственном уровне. Нет, ну Влад, я имею в виду, в 98-м разве не отмечался? Когда я был премьером, мы ничего не отмечали. Это первое. Второе, ну подождите еще несколько лет. Вот моему отцу послезавтра исполнится 96 лет, он еще жив. Ему было 20 лет, когда его вызвали комендатуру в городе Лудни. Он учился в лудинской коммерческой школе. Его вызвали в комендатуру в 44-м году и сказали, мы тебя добровольно призываем в регион. Он говорит, да не пойду я добровольно, пишите добровольно. Написали, что он пришел добровольно. А кто не хотел добровольно, то его вывели во двор и расстреляли. Вот это было добровольно. Ну подождите еще, вот 96 лет, а он один из последних остался. Еще 5-10 лет и не будет больше. Ну мы же видим, что эта идея, она очень популярна. И даже все лидеры национального объединения, самые яркие, это люди, вот не знаю, там 30+. Понимаете, я говорю, есть два разных вида на историю. Например, когда американцы и англичане пришли во Францию, они оттуда сразу же ушли. Когда Советский Союз пришел в Польшу, Чехословакию, он оттуда ушел только в 91-м году. Вот это и есть разница, которой, конечно, потомки, так сказать, освободители никак не могут с этим смириться. Я это и понимаю. Потому что еще вся эта... Фильмы, которые показывают... Я считаю так. Освободил, пришел, ушел. Вот это освобождение. А если освободил, пришел и остался, это уже не освобождение. Вот и все. Но вам кажется, что лет через 10-15, когда действительно все ветераны и свидетели этих событий, они уже уйдут из жизни, то эти праздники, они немножко сойдут на нет? Конечно, ну, всегда найдутся политики, которые на этом будут делать политики, потому что есть часть населения, которое, ну, помнит это как великую победу, и они будут с этим все время. Это вечно, это будет вечно. Это ничего не кончится. Только, может, не в таких размерах. Давайте чуть-чуть про Дональда Трампа поговорим. Вы его, ну, по крайней мере, поддерживали, там, как минимум, два года назад еще. По-прежнему поддерживаете? Видите ли его на втором сроке президентском? Я не могу говорить поддерживай, потому что я не американский гражданин. Я как бы фан его, потому что он умный человек, он предприниматель. И почему его избрали, и, наверное, его изберут еще раз, потому что он не официоз, он не такой, как остальные политики. Он говорит много, то, что думает. Он видит очень хорошо, как бизнес-среда живет. Он пришел, мы даже это не заметили, как он сократил налоги. Очень логически все это сделали, быстро. И он среднему американцу, я знаю, очень много таких, вот там, допустим, тренера, простые или простые рабочие. Они все за Трампа, потому что они верят. Они никто больше не верит этим политикам, которые там, школьные скамьи стали политиками. А вот Трамп не такой. Он все, что он отвечает, так и делает. И поэтому я думаю, что его изберут. А как вы относитесь к тому, что Трамп, он зачастую говорит одно, потом делает другое? Либо через пару лет говорит абсолютно противоположные вещи, чем те, что он говорил до этого? Ну, это вот так, это не конкретно. Вот смотрите, ну, какой бы другой президент так четко бы не сказал, мы уходим от этой мировой организации здравоохранения, потому что она врала, потому что там люди собрались и тратят большие деньги, непонятно, чем они там занимаются. А Америка туда давала 400 миллионов долларов. Трамп сказал, все, хватит, мы им не будем ни копейки давать, мы сами разберем с этой здравоохранительной системой. Вот это Трамп. А был бы там Обана, он бы даже и глазом не моргнул, платил каждый год 400 миллионов долларов. Но с таким, конечно, партнером сложнее выстраивать отношения, в этом смысле он как бы... Так же на НАТО. Посмотрите, что сделал Трамп с НАТО. Он сказал, не будете платить, не будем вас защищать. Потому что Америка больше половины тратит деньги на НАТО, чем остальные все 19 стран вместе взятые. Он сказал, и не выплатите. Или мы... Правильно сказал? Правильно. Это же деньги налоговладельщиков Америки. И так далее, и так далее. Он умеет считать деньги. Вот как раз говоря про НАТО и про военные действия, один из пунктов предвыборной риторики Трампа был вывод войск США из Ближнего Востока, в частности из Ирака. И он много критиковал тогдашнего президента Обаму, что он этого не сделал. И говорил, что это будет одно из тех, которые сделал. И вот четыре года спустя американские войска все еще там. Более того, мы помним, в начале года был этот скандал, который был серьезным военным конфликтом с убийством генерала Сулеймани. И вот как-то это все не сходится. Ну, вы знаете, не все, конечно, можно сделать. Но я думаю, что то, что Трамп стал сокращать все эти операции, все деньги, которые Америка тратит вне Америки, это факт. Ну, с Ираком, наверное, сложнее, там более большая вся эта. Но он, где возможно, он все сокращает. Он сказал, зачем нам тратить большие деньги во всем мире. А вот говоря о НАТО, вы упомянули, вот действительно Трамп очень резко так обо всем этом сказал. Латвия, надо сказать, довольно исправно исполняет все вот эти требования. Более того, Латвия тратит на оборону относительно ВВП больше всех в Европе. 2, по-моему, 1%, если не ошибаюсь. Как вам кажется, справедливы вот эти траты и такой приоритет главный для Латвии, как оборона? Я считаю, что перестараться здесь не надо было. Надо было, ну, хорошо, 2% надо, но хотя 2% имеет 5 или 6 стран, там больше 20. Я всегда в любом интервью говорю, а какое наказание будут иметь Германия и остальные, Италия, которые там даже 1% не интересируют НАТО? Никакого. Значит, ну что, мы маленькие, мы должны слушать, хотя перестараемся, как всегда. Нам бы так не хватило сейчас тех денег для тех же медиков или для других. Но что поделаешь, опять-таки, военная индустрия, им очень нравится тратить эти деньги. А вы, собственно, встречались с Трампом? Я вот как-то не разъяснил из открытых источников этот вопрос. Личные у вас встречи были? Ну, как? Для Трампа я же не имею никакого интереса, но чисто случайно я был несколько раз в его флоридском, ну, где его маралага называется, его большой дом на Флориде, там он его сдавал на разные корпоративы. И первый раз я там был где-то в 2003-2004 году, мне что-то далеко было, и даже я ему пожимал руку у него дома. Меня там приголосовали разные друзья, я два или три раза был, да, я с ним там пару слов поговорил, но никаких официальных встреч не было. Какое личное впечатление произвел? Вот просто в разговоре. Очень-очень человека с очень острым умом. С очень острым умом. Ну, вы знаете, если человек имеет бизнес в миллиардах и летает в самолете уже почти 50 лет, ну, наверное, он все-таки не дурак. А как вам кажется, у нас в латвийской политике есть какой-то человек, который потенциально мог бы вот такую же славу заиметь, как Трамп, то есть кто говорит то, что думает, не из вот этого истеблишмента политического, и вот эту нишу занять в латвийской политике? Ну, скорее всего, есть такие люди. Я даже некоторых из них знаю, но они ни в коем случае не хотят посвятить себя этой цели, там, допустим, спасать страну или работать на благо страны, потому что это же жертвовать всю семью, всю свою личную жизнь. И все равно спасибо никто не скажет. Вот просто продолжая эту тему тоже, говоря о Трампе, многие отмечают, что мы как бы живем в такую эпоху популизма в политике. Это началось якобы с Брексита, через Трампа, тот же, ну, либо популизма, либо таких вот ярких ораторов, ярких личностей, тот же Зеленский на Украине. У нас часто так говорят про вот партии-новички в Сейме, это КПВ, ЛВ и новые консерваторы. Как вам кажется, это вообще хорошо, плохо или это вообще не так? Ну, вы знаете, популизм, наверное, сейчас в социальной сети, там столько идиотизма, и средний человек, он не может отличить, что правильно, что неправильно. И очень трудно такому, как, допустим, Черчиллу, или как такого типа человеку, или как была Тетчер, или Крейган, сейчас очень довольно было бы трудно добраться до власти, потому что действительно такой очень примитивный ход всегда выигрывает. Потому что, когда надо считать Гочетин один ход вперед, тогда уже большинство людей не хотят, и это, кажется, слишком сложно. Все гениальное, довольно-таки сложное и простое, но в средней части людей оно непонятное. Поэтому популизм пойдет как волна и в средней. Может быть, тогда проблема в самой системе, что если популистические и громкоговорящие люди выигрывают у мыслящих и более тонко как-то действующих политиков, может быть, надо как-то что-то изменить в том, как выбираются лидеры? Ну, что такое демократия? Демократия — это власть большинства. А кто большинство? Сами ответим. Мы — это большинство. Сейчас мы примем звонок от большинства. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. У меня вопрос к вашему гостю. Судя по тому, что он сказал, там пять лет тому назад, Америка, американцы оккупировали Германию после 1945 года и как оккупанты являются до сих пор там, потому что у них там есть свыше 50 военных баз. Это первый вопрос. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, Канаверус показал огромную разницу между выжившими, заболевшими и погибшими, между Россией и Америкой. Громадная разница. Считаете ли вы, что это говорит о том, что уровень медицины в России в разы выше, чем в Америке? Или другая причина? Спасибо большое всем. Вы знаете, там еще будут анализировать и анализировать. Ну, например, такой пример, быстрый пример. Выступал один профессор, сенатор, член Конгресса, доктор. Он называл простую статистику. Если человек попадает в больницу просто с воспалением легких, за него больница получает 4 тысячи долларов от государственного бюджета. Если он попадает, как коронавирусом, 8 тысячи, если его подключают к этому аппарату искусственному, 29 тысяч долларов. Так, естественно, больница будет все списывать на коронавирус. Значит, опять, я не верю ни одной статистике. Что говорится о России, мне кажется, тут еще будут анализировать то, что многие уже говорят об этом. И весь бывший Союз, да и Восточная Европа, мы же имели целый ряд вакцин, которые на Западе никогда не использовались. Против туберкулоза, против оспы, еще и еще какие-то комбинированные были. Мне кажется, они какую-то свою роль играют. И поэтому как-то иммунитет больше в бывшем Союзе. Ну, хотя, смотрите, что Белоруссия, почему-то все молчат про Белоруссию. Ну, давайте подождем. Первый вопрос был тоже у Сушителя, про то, можно ли считать европейские страны. Ну, я много времени провел в Германии, я много времени провел во Франции. Ну, я не замечал там американской оккупации. У меня такой вопрос. Вот вы, как вы уже сами сказали, ежегодно проводите время в Америке, зимний период. И, в принципе, вы человек обеспеченный, можете себе это спокойно позволить. Вот что вы вообще чувствуете, это такой эмоциональный вопрос, что вы чувствуете, когда вы приземляетесь и в Америке, и когда обратно летите в Латвию? И нет ли у вас такого, когда в Америке заканчивается ваш сезон, что вы подумываете, а может быть, и продлить его? Когда я в Латвии, мне хочется туда сыграть голс с моими друзьями. Когда я в Америке, мне хочется в Латвию, на свой хутор, в лес. Так что всегда всем людям хочется туда, где нас нет. Но вы говорите состоятельный, а я вам могу сказать так. Я сегодня посмотрел цифры. Сегодня на Флориде бензин стоит 49 американских центров. То есть примерно 44 европейских центра за литр. Вот вам и состоятельный. Ну, в два раза меньше, чем у нас. Да, так что состоятельность, опять же, все относительно. Где дешевле, а где дороже. А вот тоже вы упомянули, когда правительстве нашим говорили про транзит, который вот падает, и про другое. И вы ведь были, кстати, министром сообщения тоже. И вот у нас, как известно, эта транзитная и грузовая отрасль, она очень часто связана с Россией. Ну, понятно, Россия большой сосед. Как вам кажется, вот при такой вот политической враждебности бизнес-отношения должны сохраняться во благо нашего бюджета и государства? Или если политически мы враги, то и мы все контакты разрываем? Конечно, должны сохраняться. Ну, мне очень жаль, потому что 25 лет назад я стал министром транспорта. Мы побили все рекорды. У нас были во всех портах, выросло все, и ни литомцы, ни эстонцы даже близко не стояли. Но вот за эти 20 лет мы очень потерялись эту позицию. Но чем еще я могу гордиться? Мы же... Я сам был один из основателей «Аэрболтыка». Один миллион лад был основной капитал, когда основался «Аэрболтык» 25 лет назад. Один самолет был первый. Мы, когда начали развивать аэропорт, было полмиллиона пассажиров в год. В прошлом году было, по-моему, 8 миллионов пассажиров. То есть здесь мы обошли Эстонию и Литву несколько раз. Эстонцы сюда приезжали, литомцы приезжали летать из нашего аэропорта. Так что, дай бог это удержать. Сейчас все закрылось, но я думаю, откроется. Я вам противовес просто... Но транзит, я думаю, что мы слишком легкомысленно к этому относимся. Посмотрите, как будто все так и надо. Потеряли работу где-то полторы тысячи железнодорожников. У меня... Я был очень... Я в свое время гордился, потому что у нас было где-то 8 тысяч железнодорожников. Да, у Гопилса, каждая четвертая семья была связана с железной дорогой. И как-то все это надо было очень поддерживать. Но сейчас как-то так. Ну, нет так нет. Ну, и черт с ним. Сократим. Ну, а как же так? Ну, куда эти люди денутся? Уедут так же. По поводу «Аэрболтык» хотелось уточнить, потому что вы в начале нашего разговора справедливо заметили, что большая... Государство обещает помочь многим отраслям, но до сих пор пока не помогло. При этом «Аэрболтык» стал чуть ли не первым предприятием, который получил помощь, а очень большую, в размере низких сот миллионов евро, и продолжал ее получать. Насколько вам кажется это справедливым? Или, наоборот, «Аэрболтык» действительно нужно поддержать? Как такое государствообразующее предприятие? Ну, авиационный бизнес такой, что там, как я шучу, нет бизнеса. То есть при хорошей ситуации все авиакомпании мира более-менее идут по нулям, а если плохо, то они все сразу банкротятся. Ну, смотрите, государственная помощь Германии, Луфтхансе, составит 8 миллиардов евро. И они будут помогать, потому что, ну, Луфтханс — это тысячи самолетов. Также «Аэрболтык» — я не знаю, если бы я был примером, я бы тоже, наверное, не дал бы обанкротиться своей компании. Потому что это потянет за собой аэропорт, это потянет за собой опять, ну, тысячи рабочих мест. Это туризм, это все, это не только там один самолет, это все связано. И, ну, посмотрим, как это все разумно и как правильно сделать правительство. Это уже другой вопрос. 250 миллионов они сейчас вложили. Ну, это много дела. Это очень много. Давайте звонок еще примем. Другой звонок. Добрый день. Добрый день. Пожалуйста. От вашего гостя такой вопрос. Прошло более, ну, около 30 лет, да, и у нас есть еще более чем 200 тысяч неграждан. И когда, как на ваш взгляд, правящая элита решится на то, чтобы все-таки извиниться перед этими людьми, дать нулевое гражданство, потому что у нас разделенное общество, в государственном и самоуправлическом секторе более 90% работают одни латыши. То есть русскоязычные вне управления страной. Это раз. Второе, вот неграждане ущемлены около 80, согласно законодательству, около 80 пунктов в законе, где они ущемлены. Для примера, негражданин не может купить сельскохозяйственную землю, то есть купить выращивание земли. Ну, спасибо, мы вас поняли в целом, да. Извините, у нас времени не так много. Вопрос касается неграждан, да. Важит и лят. Ну, опять, наверное. Если люди очень-очень не могут научиться язык, не могут получить гражданство, то, наверное, только время это все вылезет. И дети, и внуки, и правду, и те уже, так сказать, будут иметь знать и язык, и будут иметь гражданство, и все это решится. Ну, просто я как-то сегодня прочитал заголовок, что сказал Сабьянин. Сабьянин сказал в Москве, кто не знает русского языка, пусть уезжает из Москвы. Я не говорю это про Латвию, да, про латвический, но почему-то в Москве так осмелился Сабьянин, так сказать. Ну, так что, теоретически, бой имеет право получить гражданство. Другое, конечно, есть желание, и если возможность, может, физично невозможно научиться язык, невозможно сдать экзамен. А просто так, ну, как-то гражданство, я не знаю, ну, латвийское гражданство отбиралось автоматически в июне 41-го года. Я помню это. Ну, не я помню, а я отец помню. А мне вот любопытно, чисто у вас в то же время мало остается, вот к вопросу о вашей родине фактической. Вы туда за последние, там, скажем, 30 лет, вы туда ездили, у вас желание вообще есть съездить туда? Я был много раз в Сибири, но я не был в село Ярково, Усть-Ишимского района, Омской области, где я родился. Но я еще не теряю надежды туда съездить, потому что я же почетный гражданин города Омска. Когда я был премьером города Омска, я назначил почетным гражданином. Но я обязательно хочу туда съездить, посмотреть те места. Несколько бабушка, дедушка, отец, мать рассказывали про это. Мне было 5 лет, когда... Ну еще буквально, вот один вопрос я тогда задам, у нас буквально еще минута есть, тоже такой отстраненный получается. Вы ведь человек, тесно связанный со спортом. Раньше были с баскетболом связаны, сейчас связаны с гольфом. Спорт тоже такая, отрасль у нас неоднозначная в Латвии. Как вы на это смотрите? Вот достаточно ли внимания государство уделяет? Не было ли у вас желания как-то поучаствовать, купить какой-нибудь клуб, я не знаю, или что-нибудь такое? Ну как, ну что такое купить клуб? У нас такая маленькая экономика, что профессиональный спорт не может у нас существовать. Вот Римская Динамо, он может финансироваться из мне, Латвии. Всегда господин Савицкий ездит в Россию, ищет деньги, 10-15 миллионов в год он уходит где-то там. То есть в маленьких странах, такая же Эстония, такая же Литва, невозможно, нет рынка для профессионального спорта. А искать спонсоров, ну это трудно, ни у кого же нет таких свободных лишних денег, чтобы просто так бросать право и влево. А с другой стороны, спорт очень нужен. И слава богу, есть тысячи и тысячи молодых людей, которые занимаются спортом. И есть только один путь, очевидно, пробиваться, как это и есть. Пробиваться в НБА, НКЛ, пробиваться в большие лиги, где очень много денег и где есть будущее. И есть огромнейший уровень спорта. Вот так оно было, есть и будет, никаких чуд не будет. Спасибо большое, господин Криштапанс. Бывший премьер-министр Латвии и предприниматель Виллис Криштапанс был у нас сегодня гостем программы «Разворот». Артем Липин и Андрей Лешкевич. И программа была подготовлена в сотрудничестве с Национальным советом по электронным СМИ в рамках общественного заказа. Спасибо. До свидания. До свидания.